Здравствуйте, наши дорогие друзья! Сегодня мы хотим рассказать вам о настоящей жизни местного населения Занзибара, а точнее поговорим о рыбалке, но не о той, которую устраивают за сотни долларов для белых туристов в погоне за Дорадо, Мерлинами и другими гигантами, а о том, как испокон веков местные мужчины добывали пищу этим промыслом. Рискуя своей жизнью, каждый раз отправлялись в открытый океан на такой вот простенькой деревянной лодочке. И на сегодняшний день ничего не изменилось. Надо заметить, что для многих это не способ заработка, а обычная добыча пищи. И поначалу для нас было непонятно, для чего они вылавливают эту мелочь. Но здесь это все еда. Ведь даже суп с этой маленькой рыбкой в доме – это уже достаток. Мясо многие едят только по большим праздникам, либо вообще его никогда не видят. Поэтому рано утром мужчины уходят в океан, каждый на своей именной лодочке. Вот такие вот лодочки, 4-5-летнюю. Замба! Кальмар, кальмар! Такие крючочки нехилые. А я взял совсем маленькие с собой, вот так вот намотано. Женщины во время отлива тоже выходят в океан и собирают всякую морскую живность – моллюсков, морских ежей. Достают специальным крюком осьминогов с кораула. Так же мы впервые увидели морского огурца. И оказывается, его тоже едят. Как-то они собирают и кушают. А вот такой червячок, типа. Все шевелится. То есть все фут. Все фут. Красавчик. Мы ее пустим в водичку, чтобы ей плохо не было. Такая красотулька. Это еще маленькая звездочка. Большие мы потом покажем вам. Многие местные жители не имеют лодки, поэтому ловят прямо у берега сетями. И обратно в море. И обратно в море. Вот так уже много. Уверзывая низняя часть. Сейчас он проснулся, вот он начинает шуметь. Прогоняя рыбу в сети. Такая вот мелкая рыбка. Гамбо. Гамбо, гамбо. Какая-нибудь веселая рыбка. Нет, побольше. Очень мелкая. О, серган. Маленький серган. Маленький серган. Маленький серган. по возвращению на берег рыбака добытчика всегда радостно встречают каждому интересно что же сегодня удалось поймать если фортуна улыбнулась и попалась крупная рыба или кальмары то у него сразу же купят то ли туристы такие как мы то ли организаторы экскурсий которые готовят на берегу обед для тех кто возвращается с островом немба вот это улов да это тудей тудей кочера все это самая большая вот здесь улов Такая вот есть рыбка, вот все зубки, вот есть такая Такая рыбка, как у всех Где-то вес там 250 Пойду к нему в Юнге Буду воду вычерпывать Ежедневно наблюдая в каких условиях готовится обед с морепродуктов Мы старались брать экскурсии без обеда А еще лучше ездить везде самостоятельно Вот нам предложили покушать Есть у них креветки здесь есть Вот еще воптеры на гриле Рыба, кальмары Френч фрайс Салатики делают Это какой-то у них типа вещи Похоже на лансы Очень дружеские ребята Делают такой вот ланч для туристов Для вас или для туристов? Для туристов Для туристов Для ланч вы можете купить Окей Я сказал, что только ланч стоит 24 доллара Ага Это входит, что это такое? Лобстер, да? Ну типа лобстер Да, это большая креветка Небольшая креветка Кальмары вот есть, видишь? Креветки Вот это все что-то Вот все это было Кальмары тоже есть На рыбалку можно Все фуд ланч Да Все фуд ланч Все фуд ланч Да Это октобус, да? Октобус Да Октобус Опила мосминога жарит Там все как тысячу лет назад Да Вот аникея открытая Все как было Да, такой рис классный получается Вот рыбка Местная Да Да Вот те, которые после сноркинга привозят сюда И Всего дня Всего дня Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Не хочу, но они все кайми Окей Фуалантик анбукинг фасмара Вот так вот привозят, привозят, посноркались, поплавали и идут на обед Посадят туристов, там из кухли смотрели Вытягивают цены Вот Если вы едете на остров Немба И заказываете в экскурсию ланч Тут он происходит Тут накрывают столы Там готовят за углом Все продукты Окей И так И ritual Фуалантик Фуалантик Т摩 Фуалтик А теперь самое интересное Рыбацкий аукцион на Занзибаре. Это заслуживает отдельного внимания. Такое зрелище можно увидеть во многих рыбацких деревушках. Весь свой улов, собранный в единоцелую гирлянду, рыбаки приносят сюда. Кто что поймал. Это скорее рынок для своих, тут собираются продавцы и покупатели. Главный этого интересного действа громко озвучивает сцену и начинаются торги, кто больше даст. Маленькие рыбки. Никто не хочет земелку давать. Тут висят большие рыбки. Кто хочет. О, тут есть кальмары есть. Предлагаю, тут все купил. Повернулись, рыбки. Привезли кто что наловил, кто что привез. Выставляется на аукцион, каждый выкрикивает свою цену. Оригинальное дверище, похоже мы видели в Эмиратах, но в более цивильных условиях. Здесь все очень просто. Что, такого большого кальмара еще не видела? Большой, большой, да. Такой рыбацкий берег. Ну вот, уже пила. Купили на аукционе рыбочка. Разводница. Она зацикли и повезли ее дальше. Что она на цикле, кто на автомобиле. Развозит ее. Вот так мисочку выгрузили, на солнышке все это. Косминологи, рыбка. Все это грузится и разводится. Вот такая она обычная жизнь на Зандибаре. Настоящее, интересное и своеобразное. Надеемся, вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходах новых фильмов. Ставьте лайк, пишите комментарии. А мы будем снимать для вас еще много-много интересного. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Такое произведение искусства у нас. Рисовальные графики в заднем стекле. Нашего фронта. Подожника. Юного. Подожника, да. Опытного уже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok